В картины и галереи открылась новая выставка «Зимняя Кубань». В экспозицию вошли лучшие работы воспитанников художественных кружков и школ Славянского района. В преддверии Нового года в Славянском районе был проведен конкурс «Новогодняя сказка», в котором приняли участие воспитанники детской художественной школы и кружков художественного творчества при школах искусств. На конкурс поступило более 80 работ. Жюри отобрало 63 лучшие картины, которые и были размещены на экспозиции в картинной галерее. Целью конкурса «Новогодняя сказка» стала прежде всего пропаганда семейных ценностей, предоставление возможности творческим детям проявить себя в декоративно-прикладном искусстве и в изобразителе искусства, а также продемонстрировать результаты своей работы, которую они прорабатывали в течение всего этого учебного года. Конкурс проводился в трех возрастных категориях и четырех номинациях. На выставке можно увидеть зиму и Новый год глазами детей. Здесь и зимние игры, и сказочные персонажи, и зимние пейзажи. Все картины яркие и красочные, наполнены детской непосредственностью и добротой. От них веет светом, уютом и чем-то волшебным и прекрасным. Директор Славянской художественной школы Елена Мурич поблагодарила юных художников за участие в выставке, отметив, что все работы выполнены очень профессионально, а главное – с душой и любовью к творчеству. Всем участникам выставки, а также победителям в каждой номинации были вручены почетные грамоты и памятные подарки. Белинка Наталья, старица Анастасиевская, диплом второго степени. Погрузиться в зимнюю сказку, окунуться в детство. Увидев, каким представляет Новый год юные художники, можно до 15 января. Именно до этого числа будет работать выставка «Зимняя Кубань». Приходите, поддержите своим вниманием начинающих мастеров кисти и красок. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События».